Приветствую любителей турбореактивной тяги. Итак, начинаю собирать этот чудесный мега турбореактивный двигатель с двухступенчатой турбиной. Как мы выяснили в прошлом видео, здесь одна ступень очень маленькая. А внутри, вот там в корпусе, есть еще одна турбина. Потому что, судя по виду, она изначально показалась очень маленькой. Я недоумевал, как так? Компрессор большой, а турбина маленькая. Из опыта я знаю, что если турбина слабая, компрессор очень трудно провернуть. Движок будет перегреваться, плохо выходить в режим. Но если турбина мощная, двигатель становится сильно легче. Но от компрессора зависит, собственно, максимальная мощность, максимальная тяга. Поэтому его стараются всегда как можно мощнее сделать. У меня есть даже задумка проверить уже окончательно эту теорию и сделать какой-нибудь движок, который ну совсем не особо сильно будет греться градусов до 200 до 300 и будет прекрасно работать. Для этого хочется огромную именно турбину поставить, а компрессор маленький. Но это не в этом видео, в этом видео будем собирать этот чешский газотурбинный агрегат. Отчистил мальца камеру сгорания, можно ее уже устанавливать. И пока не поставил, еще из интересного, вот этот корпус с сопловыми лопатками, он шевелится. То есть он станет на свое место только когда я установлю корпус форсунок. Именно из-за этого немножко подклинивает компрессорную крыльчатку, когда я переворачиваю движок. Потому что оно как-то по-другому чуть-чуть становится и начинает подклинивать. В общем, главное выяснил, в чем проблема. Значит, можно постепенно все это дело собирать, ставить на свое место и пробовать, ребята. Будем пробовать рано или поздно, как он работает. Нижняя чашка подпружинена, она прижимается к торцу жаровой трубы, потому что здесь не должно пропускать лишний воздух и не должны раскаленные газы вырываться из камеры сгорания. Потому что здесь, я еще раз напоминаю, огонь горит вот туда, потом разворачивается и внутри начинает действовать на турбину. То есть разворот огня идет на 180 градусов. Вон она сама щель, куда должен вырываться этот адский огонь. Поэтому пока мы ее вот так вот вкидываем, а потом ее нужно будет прикручивать к форсуночному аппарату. Вот он какой серьезный, но нам сегодня придется его почистить и протестировать, потому что здесь кое-где забитые форсунки. Здесь видно вроде бы норм, тут прям забито все на глушняк. Надо по-быстрому все собрать, освободить стол, потому что нет каких-то особых коробок. Да и если все это сложить куда-то и заниматься другими делами, то сами понимаете, что будет. Забудется все, отложится в долгий ящик. Поэтому я наоборот себя мотивирую все время. На столе лежит и пока оно лежит, надо по-быстрому его убрать, все собрать, все сделать, подготовить, чтобы все было готово. Вот так мы и будем действовать. Сейчас зажму болт в тисы и попробую открутить рычагом. Как-то очень все печально. Такое ощущение, что витки совсем забились там и будет срыв резьбы. Аккуратно-аккуратно. Все пошел на откручивание. Когда рычаг хороший, все сорвал, сломал болт, друзья. Но это не удивительно. Ну а что делать? Надо было разобрать этот узел. Значит в таком случае следующий шаг откручиваю все форсунки. Потому что по-любому попадет туда мусор, пока буду восстанавливать резьбу и болт. Надо это дело раскручивать, чистить. Если сейчас разберу и на каждой форсунке есть фильтр свой собственный, то хвала инженерам. Если нет, тогда это все очень печально будет. Потому что столько мусора туда может попасть при разборке. Каналы тут, вот видите, куча каналов. Все просверлено. Изначально, конечно, это все очень чисто собиралось. Но я же не буду все заглушки вытаскивать. Мне же как-то так нужно будет сделать. Плюс там окислы могли образоваться внутри. То есть это будет большой проблемой, если нет фильтров. Надо будет как-то тщательно-притщательно все вычищать, вымывать. Ибо собирать в таком состоянии грязном нельзя. Вытащил первую форсунку и сразу печаль и разочарование. Но зато получается не зря я это сделал. Потому что видите, что происходит? Мало того, что там могло быть замусорено, тут еще заржавлено все адски. Вот это кольцо, оно ржавеет. Пружина вроде бы из нержавейки там стоит. Ржавеет лишь кольцо стопорное. Вот резинки, я надеюсь, нормальные. Форсунки прочищу, продую. Надо будет все каналы каким-то образом прочистить. Фильтров здесь нет никаких. Ну в общем как-то так. Остается лишь надеяться, что ничего не будет забиваться. На ГТД 350 раз там уже форсунка забивалась. Хотя вроде и фильтр есть. Каким-то вот образом откуда-то грязь находится. То есть если здесь все идеально не прочистить, то же самое будет. Итак, из 8 две форсунки оказались хорошими. Вот это. Видно, как оно насквозь проходит. Странно, как же она работает. Здесь сверху есть поддув воздуха. Может быть она как краскопульт, чисто воздухом и распыляется. И вот вторая. Тоже есть отверстие. Такое чувство, что оно гораздо больше. Ну то мы проковыряем, сделаем одинаковые отверстия. А сверху, друзья, вот устанавливается на форсунку такой колпачок с отверстием. И туда попадает воздух, выходит в зазор и, как я понимаю, распыляет все это дело. Все, осталось все почистить и заменить колечки. Назначение пружины пока что неизвестно. Ржавчина оказалась очень мягкой и даже в самом печальном случае, как здесь видно, даже усики отгнили. Но легко убралась. Видите, никаких рыжиков нет. Очень странный металл. Видимо, как-то так специально запланировано. И здесь ржавчина мягкая в колодцах. Тоже пальцами удаляется. Она такая, как порошок, а не чешуйками. Так что это хорошие новости, говорит о том, что шансов забить что-то, если останется, будет очень мало. Потому что отверстие здесь довольно-таки приличное, наверное 0,6-0,7 миллиметра. Пружину вытаскивать не стал, потому что она там очень мощная. Посчитал, что очень трудно будет ее вставить обратно. Так что ее назначение для нас останется с загадкой. Видно, результат налицо. Вот это была первая вода, точнее без жирка. Это вторая вода. Видно, что светлее гораздо. Так, все с форсунками, все промыл, все нормально, меня устраивает полностью. Теперь надо с корпусиной разобраться, вынуть болт этот злополучный. Как же так, не повезло. Вот и прочистить каналы. Попробую для начала таким методом. Нет, метод будет другой. Приварил кусочек трубочки и сейчас будем продолжать выкручивать. Все, пик прошел, жестко оно выкручивается. Внутри резьба целая, снаружи угробленная. Вот смотрите, намазала алюминий вот здесь. С алюминием частенько бывает. И нержавейку может также приклеить. Нержавейку вообще не выкрутить, если нержавейка по нержавейке. Вот, а тут вот въелся алюминий и оно просто не пошло. Все, можно будет снять размерчики болта. Тут обычный болт получается практически, но вот с дырочками только лишь. И сделать новый болт на токарке. А так, собственно, большая удача, что он выкрутился и что осталась там резьба. Мы его чуть удлиним и закрутим вон туда, вовнутрь, туда, где есть резьба. Итак, пошел процесс. Сталь У-8. Надо сделать болт, меньшей болванки не нашлось. Придется точить вот с этой. Все остальные мои болванки либо из сыромятины, либо из какого-то неведомого металла, либо еще в 10 раз больше. Металл этот очень хорошо калится. Получается вот такая стружка на выходе и она каленая. То есть вот она как разлетается. Качественную резьбу проще всего нарезать на токарном станке. Конечно, хорошо, если бы была плашка, чтобы можно было откалибровать ее. Но плашки нет такой, по-моему. Хотя можно поискать. Поковырялся в закромах и нашел все-таки плашку. Дело в том, что резьба здесь уникальная. Ну как, не самая распространенная. Диаметр 12, шаг 1 миллиметр. Обычно у 12 гораздо больший шаг. Но вот у меня есть коробочка с такими необычными резьбами. В основном это более мелкие, чем обычно резьбы. Тут и 0,75 есть М12. Класс. Так что теперь гарантированно можно снимать деталь. Если что, можно будет откалибровать. Сама резьба получилась весьма неплохо. Вот это с под резца. Плюс я дорабатывал скотч брайтом. Убирал небольшие хлопья на вершинах. Теперь она гладкая, потому что она будет скользить по алюминию. И опять может задрать, если будут некие неровности. Так что сейчас просверлим все отверстия. И можно будет собирать потихонечку. В конце концов должно получиться вот так. Осталось два вот этих просверлить и будет готово. Этот болт немного меньшего диаметра, тот немного большего. Вроде бы закручивается нормально, ребята. Можно собирать этот узел. Хорошенько вымыл вот этот квадратный коллектор. Здесь есть еще какой-то странный клапан. Который не полностью открывается и не полностью закрывается. Там шарик. Есть проточки, чтобы не полностью закрывался. Думаю оставить его, потому что он скорее всего нужен. Видно, он способствует запуску двигателя. Поддает то больше, то меньше в зависимости от давления топлива. Сделал контровку. С каждым разом получается все лучше и лучше. Но пока еще далеко до идеала. Вот. Но надо обязательно контрить проволокой. Здесь в каждом болтике есть специальное отверстие для этого. А контрить надо для того, чтобы вот это все не открутилось и не попало в камеру сгорания, не попало на лопатки турбины. Но это самое первое для чего. Опять же второе, чтобы просто сохранялась работоспособность агрегата. При этом если все раскрутится, сами понимаете, работать не будет. Настало время форсуночный узел совместить с жаровой трубой. Тут именно такая последовательность должна быть, потому что она прикручивается болтами. Здесь у нас имеется отверстие, которое нам позволяет высоко точно это совместить, даже без меток. Потому что это отверстие под свечу. Здесь оно вот здесь, а здесь оно вот здесь. Так что совмещаем спокойно и прикручиваем. Все. Форсунки, получается, торчат у нас. Я все переживал, как будет себя чувствовать контровка. Но контровка не выходит в жаровую трубу. Поэтому температуре не будет поддаваться. И то, что я ее сделал с обычного черного металла, никак негативно не скажется. Прикручиваем жаровую трубу шестью болтами. Хотя нет, все выкрутил, потому что хочу показать вам и сам посмотреть, как работают форсунки. Собрал установку. Блин, целый день заняло. Во-первых, пока нашел, чем заткнуть все вот эти вот отверстия. Видите, одно даже струбциной пришлось затыкать. С этой стороны вот повкручивал, позаваривал. Потом занимался шим-регулятором, насосом. Все это подсоединил. Вроде бы все просто, но время занимает много. Ну что ж, я готов к испытаниям. Сейчас мы все это провернем. Ох, прям фонтан-фонтан. Явно видно, что фонтаны равномерные. Вот это, можно сказать, почти что самый минимум. Видно, что равномерные, ребята. Как ни крути. Сейчас попробуем вжарить. Ну что можно сказать? Форсуночный узел работает прекрасно. Можно даже сказать изумительно. Так что собираем воедино. Здесь уже не будет никаких проблем, если не попадет мусор. Но об этом я позабочусь, естественно. Так что собираем по-быстренькому. Хочу немножко разогреть, чтобы легче было вставлять вот эту часть. Все-таки как легко вставилось. Вот что значит предварительный подогрев. Теперь винтиками сейчас чик-чик-чик. Можно все прикрутить. Такое чувство, что некоторые резьбы сорваны. Но я их не усугубляю. То есть некоторые упираются нормально резьбой, а некоторые готовы дальше крутиться сколь угодно. Тут хватит по-любому даже половина болтов. Поэтому как-то держаться будет. Я их еще законтрую, естественно. Пропущу проволочку и вообще будет огонь. Сейчас мы установим стекатель. У него есть свое положение. Есть такой вот пупыр. И он по-другому не становится. То есть именно только лишь в это место. Я вам как-то показывал, как там внутреннее кольцо плохо держится. То есть оно, считай, никак ничем не прикручивается. И получается, центрируется только вот тем, что я сейчас прижму. Если честно, мне это не очень нравится. Так задумано производителем. Видимо так и положено. Ничего не поделаешь. По подшипникам это самый тихий двигатель на сегодняшний момент. Насколько тихо вращается ротор. Подготовил немножко крышку с диффузором. Все, можно вставлять. Шестеренки я с нее вынул, потому что буду все это дело еще дорабатывать. Возможно менять подшипники. А пока хочется все вместе собрать, чтобы была единая конструкция. У меня на этом все, друзья. Если кто-то хочет посмотреть, как будет работать сапфир, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всем пока. До новых встреч!